Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 407. События дня. Евангелие от Матфея 19.8. А сначала не было так. Поза 22 января 2017 года. У нас был день общины. 26 лет, как наша община была зарегистрирована. Вячеслав пишет. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Где бы взять времени, чтобы все это вместить? Я послал данные на считанный златоуст. И сколько там тем и прочее. Вот про это говорит, когда прослушать. Стыдно сказать, я все еще не могу себя сломить, чтобы пораньше вставать. А что сломить-то? Вставай, да и все интересно сломить. Вот ко мне приходят, я никого не ломаю. Сказал, знает, кто бы ни был. Все одинаково в лагерь в детском в 5 утра. А эти в 4.40-20 минут, чтобы привести себя в порядок. Чтобы тебя в туалете не видели дети. Прошу ваших молитв, помощь мне. Очень хочу сократить свой сон, чтобы освободить больше времени для необходимого, для духовного. У меня было, когда я взбунтовался, ну как так, третью часть жизни человек во сне. И стал сокращать. И очень быстро у меня, не знаю, месяц прошел или нет, я дошел 2,5 часа. И 2,5 часа на этом остановился. Дальше я почувствовал, что я сонный хожу. Все. 2,5 часа в сутки. Я могу показать. Я где сон спал? 3 часа, вот, этот, Элизаров, 3 часа, там, Архимед, 2 часа, как надо, отрывками днем. Откинулся маленько, сидя, никогда днем не ложиться. Немножко, немножко, минут 15. Вот. Архимед об этом много пишет. Леонардо да Винчи. Дальше. Тарас Игнатий Тихонович. Здравствуйте, крепкого вам здоровья. С прошедшими праздниками вас. Я в рейсе, жизнь закрутила. Некогда продыхнуть. Ваши аудиослушатели каждый день храни вас Бог. Ну, так люди не поймут, я скажу, где он. Он, говорит, дальнобойщик. Какой? На корабле. Сегодня в Африке, завтра в Индии, в Китае, вокруг земного шара ездит. И везде слушает. Слушает записи, которые есть. Вот, познакомились заочно. Очень такой ревностный мужчина. Моряк. Ирина Коновалова. Доброй ночи, Игнатий Тихонович. К нам с другого города приезжает священник. Он крестит полный погружением. Мы собираемся крестить ребенком. Вопрос такой, нужно ли ему будет заплатить за это или чем-то поблагодарить. Он ведь деньги на дорогу до нашего города расходует. Отвечаю. Деньги дать только на дорогу и накормить. Ни рубля не давать и при таинстве. А на следующий день можете отдать ему десятину. Никак не связанную с таинством. И это можете пояснить ему сразу. Если он беден, добавьте сверхдесятины еще сколько можете. Дайте ему пять, десять из десятин еще. Дайте ему необходимое. Что у вас есть в хозяйстве. Ну то есть от всего, что есть. Священник не должен бедствовать. Но с таинством никак, чтобы не было связано. Если только он будет просить, сразу отойди от него. Это симония. И грех большой. Поэтому спрашивать даже не о чем здесь. Ну и посмотрим наши ресурсы. Вчера за прошедший день мы даем здесь события дня. Ну и выступали люди. И тут у нас уже вышел второй номер два собрания. Я покажу даже. Посмотрим наши ресурсы. Самое главное дальше будет. Это у нас... Что тут у нас? Почта есть или нет? Кто пришел? Вот ММР. Что это такое? И глянул. Вот почта. А ничего и нету. Ничего. То есть что это означает? Ну... Нет, там есть файл прикрепленный. Да какой он файл? Это от кого? Зачем мне это нужно? Куда это? Спам. Сразу его спам скинул и все. Зачем мне это? Я не любопытничаю. Звонят. Абонемент не звонят, а смс. Абонемент просит позвонить. Если я позвоню, все деньги снимут. Но они этим только занимаются. Не работают безбожники. Тогда и спрашивать нечего. Зачем мне это нужно? Я сейчас покажу наш... Где здесь у нас мой мир? Это мой мир. Система мой мир. Я ее очень люблю. Высоко ставлю. Как оно выглядит? Сюда с ютуба все перегоняю. Вот оно как в шапке. Другая с контроля, с голубем. Там просто модераторы ведут где-то. Отдельно. Сюда я сегодня это перекачаю. Второе, что у нас есть, это православный форум. Беда у меня идут. По 30 роботов каждый день заходят. Я их удаляю. Как избавиться от них? У нас есть барьер такой. Должен что-то сделать, чтобы зарегистрироваться. Они ничего не знают. И всякую цифру, сыворотку для лица, что-то вроде рекламируют. Это на самом деле никого нет. Какой? Государство Америка. Штат какой? Штат Москва. То есть вот такой вот. Горнолулу там. Ну то есть беда. И не знаю, как от них избавиться. Но это у нас православный видеоканал. Сообщение не будете читать, вам последние пришли? А? Ну там сообщение есть у вас. Сегодня там или вчера удано. Где? Вот здесь? Нет, зачем здесь? А где? Вот здесь вот? Да вот какой. Вот посредине. Вот здесь. Вот здесь вот, посредине? Ну вот, сообщение сегодня там, Хаперский, полночном. А почему сегодня? Ну написано сегодня. Сегодня. Так я бы увидел, что сегодня. А, по-моему, это не сегодня. Сегодня он не может быть здесь. Иначе бы оно, вот здесь вот было, это, ну, галочка была. Галочки нет, это не сегодня. Вот. Что он тут говорит? Вот, вчера, полночь. Было уже вчера? Ну, прочитай. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Я уже писал, что когда-то опубликовал о вас немного. Да, бедобедов Евангелия.ру Сейчас получил в личное сообщение письмо от одного из пользователей, с которым ранее никогда не общался. Передаю вам от него это письмо. А ему скидываю ссылку на ваш форум, чтобы он сам мог напрямую к вам обращаться. Вот что он мне пишет. Брат Хапельский, прошу, передайте мое письмо Игнатию Тихоновичу Лапкину. Возлюбленный во Христе Игнатий Тихонович. Обращается к вам раб Иисуса Христа и начинающий проповедник Слово Божие Павел Васильев. 38 лет, город Курск. Знаменский собор, наверное. Ну, а как тут ушло-то? Где тут передвинуться? Ну, вы на всю страницу-то разверните оперу-то. Вот это вот. Доход вообще не войдет. И теперь внизу можно будет тут уже двигать. Великой радостью Игнатий Тихонович стало для меня знакомство с вашими видеобеседами, ссылку на которые любезно предоставил Хапельский. Когда я пересказывал жене о истории вашего обращения, возвещения Слова Божия и о множестве язычников и сектантов, которых милосердный Бог вашими руками и устами привил к церкви, то плакал от умиления, а она благословляла Бога, пославшего вас в церкви. Слово вашей проповеди, разговор с двумя баптистами, сразу мне по сердцу, ибо имею желание, безусловно, верить Господу каждому его слову. После того, как услышал через вас, что Давид, то есть Христос, не пустил обритых в Иерусалим, толкование на второй царь 105 или 10-5, 19-5, то положил себе на сердце не остригать сильно бороды. То есть сильно не остригать. Бороду ношу, но регулярно остригаю весьма сильно. Десятину надо платить, это давняя боль моего сердца, но я пока не могу пока понять, как мне, купцу, высчитывать десятину, если в веные месяцы мои долги, кредитные обязательства часто превышают прибыль. А это вот уже никак, платить, только платить. Я считал про одного Морган, кажется, миллиардер в Америке, один из самых богатых людей в мире. И он начинал с шляпы, шляпы, ну и еще шляпы. Ничего, шляпы там как-то что-то делать, валять их или как. Я положил, платил десятину, то ли Мормон или кто, и платил десятину. Ну и как? Ну нанял, говорит, там где магазины у тех были, которые раньше-то шляпы продавали. Я, говорит, двух нанял своих соработников, они сели у входа в магазин, это не запрещается. И кто там шляпы покупал, выходили, и они эти двое спрашивали и записывали, а что вам не нравится в этой шляпе, которую купили? Да вот могли бы вот тут так сделать, там перо, а они записывают. И он быстро, через неделю узнал, что людям надо, а те-то не знали. И он сразу стал такие, перебил всех покупателей к себе, и дальше у него пошло. И у него уже тысячу, миллионы, теперь пошли миллиарды, а с миллиардов он отстегивает по-прежнему десятину. Я, говорит, понял, меня Бог благословил за десятину. И я это могу подтвердить. Надо платить не десятину, больше. Я вот был в Иркутске, там Кукушкин, из протестантов какой-то там, я даже не знаю, какой он, динаминация называется, какой ереси, но хороший человек-то. Кажется, восемь ребятишек, жена беременна, еще девятым сидит, и он, говорит, я всю жизнь плачу пять десятин. Я так и ахнул. Вот это да. Понятно, что встречаются такие люди. Когда я говорю, что вот у меня по-другому было, я с первого дня решил платить девять десятин. Все уходит туда. И Бог благословляет, в десять раз больше дает. Все время, знать не знаю откуда. Вот приезжаю, на телефон уже скинули. Я вообще не звонил, мне не на что звонить. Приехал, уже восемь тысяч накидали. Кто, по сегодняшней день не знаю. Я отдал бедным, они у меня сняли, опять обнулили. Сейчас уже опять пять тысяч. Откуда деньги? Понятия не имею. То есть Бог дает, открыл небо. И далее. После того, как увидел, ученики Сысоева ищут врагов. Как вы удаляетесь от глупых состязаний и споров, Титу 3.9, то положил себе на сердце свидетельствовать человеку не более двух раз, а после умолкать. Аминь. Никогда не спорьте. Человек спорит, защищая грех, как правило. Спорит, который ничего не знает. У него ничего нет. Он не может показать даже ни одного ролика, фамилии не пишет. Не надо. Один раз засвидетельствовал, или я отсылаю к своим материалам. Вот видишь, вот уже приятно мне слышать, что он все время берет что-то для себя. С жаждой Слова Божия я охватался за каждого, кто преуспел в возвещении. Теперь схватился за вас, Игнатий Тихонович, ибо хоть и не полный невежда в слове, но любви к сектантам не имею. Почему Господь и не дает мне пока преуспевание? Медь звенящая. Значит, я ничего не знаю как следует. 1 Коринфянам 8.2 Как хорошо для меня, что вы выкладываете в сеть не только поучение, но и сам образ вашего поведения, ибо это как раз то, что мне и многим не хватает. Да, дал вам Бог пожить и перед отшествием исполнить все, уготованного, а дай, наверное, вам Всевышним. Еще лучше было бы мне походить за вами, как Тимофей ходил за Павлом, поучиться священнодействию и благовествованию. Если вы еще проповедуете, с удовольствием бы приехал к вам, но смущает меня один вопрос. Во всем, что вы говорите о состоянии церкви, о епископах и монашестве, я вижу обоснование этому в Писании и не смущен ничем, кроме одного единого вопроса, о мощах святых угодников Бога. Как я понял, вы выступаете против раздробления мощей ради банальной корысти, и в этом я с вами един в мыслях. Но когда я услышал, что вы предлагаете все мощи закопать в прах праху, то ум мой пришел в смущение. Я ничего не могу тут сделать, это осталось силе. Бог нигде не менял это и сказал, а теперь, вот с этого момента, от Елисея, теперь вы можете резать и убирать, и хранить, завертывать там где-то, нет этого нигде. В этом я есть. А другие именно через это приближаются к тому, что я говорю. Ниже изложенное не есть желание суетного спора, ибо Павел Васильев пред Игнатием ведь звенящий и недостоин шконки в его доме. Шконки, это кровать по-тюремному. А возвещение и учение, Слово Божие, как оно мне так пока открылось? А вы, Игнатий Тихонович, если сочтете нужным, откройте мне свое, и будет ваше возвещение Слово Божие о мощах окажется убедительнее, и я приму его. У меня все здесь есть. Вот вы откройте, а Слово о мощах. На этом же самом форуме я все жития святых перебираю. Ни один за всю историю не разрешил брать от мощей. Еще не надо, это самовольство. Это мое тело. Я вот сделал завещание, от моего тела ничего не брать. И завещание заверено нотариусом. Когда мы поехали на французском, английском, немецком языке, переводчики сделали везде печати, и все это зафиксировано в нотариусом. Как мое тело, если я дорогой, ну представьте, от Владивостока до Лиссабона ехали, по Турции, Прибалтику и Скандинавию, я мог умереть где-то. И заранее об этом заботился. И дома. Где похоронить, как. Дальше. Слово о носимых и почитаемых мощах святых в новозаветной церкви. Ветхий завет есть... Ну то есть он здесь вот, а габарит здесь, я не знаю, тут... Если только это может быть, я сейчас лучше выделю это дело. Подожди. О мощах. Хотя здесь можно было бы взять и все. Потому что кто-то будет читать, я этот материал оставлю себе. Хаперский. Вот. Контурность. Это закроем. Как всегда мы делаем. Ну. Теперь открываем страничку. В борде. Встреваем туда. Все вставляем. Теперь. Ну это тоже лучше пошло. Теперь она не войдет. Так, подожди-ка. Теперь на двадцатку надо бы перевести. Теперь она не заходит. Открыть здесь? Нет. А как сделать? Ну видите, я не знаю. Оно в рамке скопировалось. Как эту рамку убрать, я сам не знаю. Ну тогда ничего у нас не получилось уходит, да? Да. А теперь что мне это? Закрыть только осталось. Да, закрыть. Или подожди-ка. Я вот так вот сделаю и верну ее снова на какой она была. На четырнадцать, допустим. Вот. Она его теперь... И опять не идет. Четырнадцать уходит на двенадцать надо. Вот еще не идет. У-у-у-у. У-у-у. Это совсем считать-то нельзя будет. Вот теперь она вошла в десять. Это сто десять. Ну вот она какая есть. Я взял ее. Так, подожди. Это неправильно я взял. Она закроет его. Отсюда вот. Так, мощи. Запиши слово мощи. Мощи и прочее. Вот. Ну и тут что сказать? О мощах понятно, что дело. О мощах все есть сказано. Теперь я не могу уже к этому добавить. Просто заходите, вы найдете. Вот мы открываем, снова вернемся к нашему форуму. Так. Как ему дать знать-то этому человеку? Все. Я не знаю даже, как это дать-то ему. Так, подожди-ка. Ответит его там внизу. Опять не знаю еще сделать. Это надо ответ ему дать вот здесь вот. А ответ... О. А ответ... Это какой дать-то? Там же под каждым сообщением внизу у вас ответ можно давать. Вот это вот. Вот она. Вот она. Вот сейчас, цитата сначала. Вот она. Вот она, вот она. Вот она идет. И теперь ответ вот здесь дать. Это будет правильно. Напиши. О мощах зарядите... О мощах зарядите в поисковик здесь же на нашем форуме. Здесь же? Здесь же на нашем форуме. Только не спешите закрывать, там исправить надо. Тут же на нашем форуме. Ответ дается на основании Святой Библии, трудов святых отцов, канонов церкви и житий святых. И всегда так даю, по четырем параметрам. То есть, а кто-то может так параметрам? Никто и никогда. Это надо сказать. Я безбожник, попираю все. Трудов святых отцов. И житий святых отцов, житий святых и канонов церкви. Ну так это все. Сейчас, подождите, ему тут надо исправить поисковик. Поисковик. О мощах. Ну вот так отходит. Может быть он найдет, зайдет сюда. Здесь. Ну больше я ничего не могу сказать. Вот она идет здесь. А где это? Ну вот, написано общий поиск. Нажмите только. И тут рамочка. Вот я нажимаю. Вот посмотрите как. Общий поиск. Я его нажал. Сейчас должна идти рамочка. Напиши. Мощи. Вот смотрите. В рамочку я теперь нажимаю. Найти. Она медленно идет. Вот она. Вопросы, на которые ждут люди ответ. Вот она. Ответ. Мощи. Мощи все из антиминцев следует с честью захоронить. Откапывание мощей есть кощунство над умершими. И все это местописание где. Мощи все. Так. Мощи все следует захоронить. Ну это то же самое. На разные вопросы тут. Тут все есть. Дробление мощей это кощунство и есть противление Богу. Ну дальше. На вторую страницу перейдите только. Вот она. Цифра 2. Вторая страница о мощах. Ну тут все дальше и найдете. Ничего больше не надо. Как его вернуть-то теперь назад. Вернуть надо на прежнее. Здесь. Все. Вот здесь мы и пришли. Новое сообщение. Опять ткну и вернется на первую страницу. Все. Дальше наш видеоканал. Так. Ну и вчера как раз я об этом говорил. Сколько у нас подписчиков? 5 тысяч 938. Ну я не знаю где они. Какие подписчики. И просмотров. 5 миллионов 271 тысячи 426. То есть все-таки маленько смотрят. Маленько. Это не у Андрея Кураева. Но это уже постоянные наши посетители. Ну и самое важное тут у нас. Самое богатое. Это наш православный библейский сайт. Во свете Библии. Ну вот тут 4124 ответа по темам. 55 тем. 55 папок. Сейчас мы рассматриваем. Ну я не по порядку. А так где церковь. Церковь. А сейчас мы посмотрим. Вот. Какие вопросы мне задавали в университетах. В школах. Там где я преподавал в милиции. И радиопрограммы вел. Как раз об этом сейчас и начали. Вчера только из-за радиопрограммы. Мы двое у нас сказали. Как они пришли. Услышали. Она говорит. Я одна. А тут второй. Да не ты одна. И я пришла через радиопередачи. Так это те люди которые пришли. Остались. А сколько умерло. Умерло. Которые именно там пришли. Бесплодным ничего не было. Вопрос. Вопрос. Вопрос 1514. Шестой том открытым окон. Вы абсолютно бесспорно, точно, великолепно доказываете, что теперь в церкви православной так много, просто без числа множества и отступления от Библии. И что признанные церковью святыми были участниками в этом. Но разве сам Бог не подтвердил знамениями и чудесами, что эти люди угодили Богу, что Он их сам прославил? Разве Бог не мог изменить что-то в Евангелии, что после трех веков можно строить монастыри, уходить в пустыни, в горы, в затворы? То есть три века прошло, и Бог тогда изменил. Не идите к миру проповедовать, а сказал, строите монастыри и уходите в горы. Бог же всемогущ, и если Ветхий Завет Он сам изменил в Новый Завет, то может и здесь такое же произошло в третьем веке или в четвертом. И Бог это открыл своим избранникам, и Он такой чудный подвиг. И они такой чудный подвиг не сами от себя совершили, взвалили на себя такой страшный груз. И сделали они это все по прямому повелению Духа Святого, живущего в них. То есть у меня на занятия приходили люди, там в разных институтах, университетах, и патриархийные, и сектанты, и КГБ, и кого-то не было. Я отвечаю. Отвечаю по Слову Божьему. Заметьте, курсивом, жирным, это все взято из Святой Библии. Сегодня вы найдите, кто из священников, которые перед народом выходят, кто? Одного найдите, который отвечал бы все время не так, как ему кажется, как он видит, какие умные слова говорит. А именно, что говорит Библия, каноны, жития святых, труды святых отцов. Четыре параметра заложить в каждый ответ. Так. Ответ, я сам об этом очень много думал и молился об этом. Вот мои раздумья, на чем они основаны. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Все. Откровение 21.8 Боязливых же из неверных, из скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Но человек, не знаю, допустим, верит во что-то, ну, в ложь верит. Ну, в ложь. И, так виноват он, разницы нет никакой. А почему? А он пошел за кем-то, кто это написал. Кто вбрызнул вот этот яд, а ты его сглотнул, а оба упадут в яму. И тот, кто повел тебя, и ты повел. А почему? Если бы ты молился дух с цветой, тебе бы открыло это. А раз не открыл, значит, сатана в рот залез. Всякая ложь от сатаны. Евангелие Теана 8, 44. Евангелие Теана 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Слове Божьем есть, что в 3 веке, в 4 веке Бог изменит путь церкви? Нет. Изменил ветхий на новый, но это написано ветхий. Там это был детоводитель. А что Новый Завет, детоводитель был для пустыни? Нет этого нигде. Евангелие 1, 12. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. То есть ни одного слова Бог не позволит изменять. Вот я ответил, сколько здесь, 4-5 мест. Теперь дальше. Несколько моих слов, дальше опять и слово Божие. В Библии нет даже намека на то, что Бог даст в исторический отрезок времени, когда-то в 3 завет. Напротив, он всюду подчеркивает, что данный им второй, то есть Новый Завет вечен и неизменен. Я сказал слова эти, эти слова я сразу начинаю подтверждать. Ну, людей трогало то, что я стою за капель, и вот это вот сразу наизусть цитировал, стоял. Ну, мне Бог дал просто это знание. Я стою и сразу говорю об этом. Давай. То есть нельзя по букве понимать, о чем-то сказано, как. Вот мы считали, о Боге и другое. Ты за этим-то посмотри, что оно означает. Какое было понятие у тех людей, и им Бог дает, чтобы это было понятно. Им, чтобы это было понятно. Даже сейчас, когда знают, ну, абсолютно знают там, что Земля такая-то, и повороты делают. Но пишут не так, а говорят, восход солнца и заход солнца. Везде. А нет восхода и захода. Это нам только видится так. Говорим мы красный свет, синий. Так принято. Но по-научному, когда разлагают, то видят это инфракрасный, ультрафиолетовый. Евреям 9.15. Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Дальше. То, что Новый Завет извечен, Христос закрепил своею жертву на Голгофском кресте. Вот я сказал это и сразу начинаю цитировать места Писания. Вот впереди сказал, сколько? Четыре места. Раз, два, три, четыре. Вот уже девять мест Писания привел. Здесь еще сразу привожу два. Вот уже десять мест. Десять свидетелей называется. Десять. Вещен Завет. Где написано? Так, Евреям 13.20. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью Завета Вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Завета Вечного, а не то, что на четвертого века и Бог изменил. Еремея 31.3. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. То есть вечную любовь в слове своем. И оно неизменное. Теперь одиннадцатый раз я привожу место. Завет любви не может кончиться и в вечности. Первое коринфянам 13.8. А Новый Завет это Завет любви. Я сказал и сразу подтверждаю Писание. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Дальше. То есть и просительные молитвы кончатся, и академии сгорят с библиотеками зубных книг на духовные темы. И эта любовь Божия имеет два крыла. Любовь к Богу Творцу и Искупителю, и любовь к людям, подобным нам. Без этих двух крыльев никому не обещано небо. Марка 12.33. И любить его всем сердцем, и всему умом, и всей душею, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя. Есть больше всех всесожжений и жертв. 11 мест, 12 мест, дальше. Из-за однокрылых, кто все стремил только к любви к Богу, когда уходил в пустыню, и там упражнялся во внутреннем делании, миллионами тиражировал под биение сердца Иисусу молитву, наподобие мантры, им изъятым свою волю из мира не обещана поддержка Христа, его первосвященнической молитвы. Я доказываю, что не туда Бог поушел в пустыню, ты не ушел. Иоанна 17.15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы все. Господь не молил, с ними нету, молитвы Христа за них нету. Согласно Вечного Нового Завета, это самовольники, восставшие в этом пункте против прямого указания Христа, идти в мир для спасения погибающих. Вот это уже 13 место Писания привожу. Свидетели сколько? Дальше. Марку 16.15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это есть заповедь, вечное завещание любви Христа, покидающего землю при Вознесении. Запомним ниже приведенные места на память, чтобы при воскресении мертвых не кричать, что мы этого не читали и что этого не проходили, что нам этого наши горе-учителя в рясах не задавали и о том на исповеди никогда не спрашивали. Слова-то какие. Теперь дальше еще сейчас привожу. Два места Писания, это уже 15 мест Писания. Второзаконие 11.1. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать. Им соблюдай, заповедано. Не монахами. И постановление Его и законы Его и заповеди Его во все дни. Во все дни. До кончания. Дальше. Нееме 1.5. Господи Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Вот кому Бог простирает милость и хранит их и все. Дальше. Иоанна 14.15.21. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Это все интересно. Подчеркиваю, Мои заповеди не монашеские. Я доказываю, что вопрос стоит так, как будто бы есть что-то в Писании, что в 4 веке Бог заменил Новый Завет. Не заменил. Вопрос хороший стоит. Иоанна 15.10. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Ну, что сказать, что Христос до 20-го года слушал Отца Небесного, а потом не стал слушать. Как? Вопрос стоит. Как и Я. Первое Иоанна 5.2. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Заповеди Его соблюдаем. В пустыню не было заповедей. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Первое Иоанна 5.3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Не тяжкие заповеди Его. Это уже 20 мест Писания привели. Дальше. Люди придумали многократно более тяжкие свои заповеди. И потом пошло шелинчество, киновии, общежительство за архимандритовой спиной. Это создание людей по вымыслам человеческим, бежавшим от стихи мира. Колоссянам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Вот это относится к монашеству. По обольщению. Монашество это второе крещение, это ангельский чин. Это все правильно. При условии, что не было Христа и не было Нового Завета. Монашество полностью правильное. При условии, что не было Христа. Вот и просто не было Нового Завета. Псалом 118.113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. То есть монашеские заповеди куда попадают? Закон Божий найдите где. А если нет, тогда только под первое. Так что моего тут ничего нет. Совершенно новая религия была создана при отвержении заповеди Христа, проповеди миру. На отвержении прямых слов, изреченных Духом Святым. Люди поражались выдержкой, подвигом, чудесами, прозорливостью отшельников в горах. Но почитай, как и в других религиях это все есть. Посмотри на картины Рериха и подивишься не менее их подвижникам, сидящими на ледниках, исцеляющих своих прихожан. Кому-то же скажет Господь на суде страшно, Матфея 7.23. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие отвергнуть слово Божие. Это самое большое беззаконие, как отступники. Православные лбы не прошибешь такими доказательствами, ибо они тут же тебе подоткнут, что дети беззаконники будут. Кому-то Христос скажет, а это деподвижники. Но слово беззаконник означает как раз тех, кто хотел улучшить прямые повеления Бога, его закон. Вот заметьте, когда решил жертву принести Саул, ему сказали уничтожить, а я для Бога жертву. И он, Сауэл, говорит, ты Бог, отнял от тебя царство. Не повиновение, как это волшебство. Кто нарушил послушание ему не ради беззакония, не ради ереси или ради шаманства, делал это, в кавычках, лучшее. Но Бог выкинул их, как негодных, именно за то, что эти подвижники хотели Богу угодить побольше того, что он заповедал. Как раз наподобие всей премудрости, какая вошли в церковь, когда начали воздвигать монастыри. Первое царство, 15-23. Ибо непокорность есть такой же грех, как что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Моисей одно предложение лишнее сказал и не точно выполнил наказы Еговы. И Бог ему отрезал дальнейший путь в вожделенную страну. Салом 105-33. Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. А одно предложение не то. Неужели из этой скалы извлечь воду? Все, больше ничего не сказал. И Бог сказал, не войдешь, не помой ему. Почему повеление сделали так, вошедшие в жития святых, откроются только в вечности? Но я нигде не нашел в Библии повеление, делая так, как они сотворили с собой и с другими. Нигде. А то, что они делали, это явно вопреки словам Христа. Это показала нам Библия. Признавая их святость, не можем призывать подражанию им, так как они не явились наставниками по воле Божией. Они, если и проповедовали, то не волю Божию, а свои заповеди, свои наработки, свои добротолюбия, свои лестницы и амилии. Да, толкование. Еврея 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так, теперь мы будем смотреть, что у нас. Церковь, монашество. Больше вообще сказать ничего нельзя. 30 мест писания недостаточно. А они до монашества ни одного, нигде. И не могут они это указать. И нечего там указывать. Вот так. Вопрос почему-то коротенький, но все равно Слово Божие. Поэтому посмотрим, почему он такой вопрос. Значит, ничего там такого сакрального или скрытого не было. Иначе бы вопрос был более пространный. Считаем. Вопрос 1523. Шестой том, открытый Моком. Римлянам 2.9.10. Скоро пяти снота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Иллина. Напротив, слава и честь, и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Иллину. Кто в данном месте подразумевается под Иллинами? Не мог же здесь апостол подразумевать идолопоклонников? Ответ. В христианской общине города Рима шел давний спор о главенстве. Кому быть руководящими органами? Евреем или греком? Еленом. И апостол Павел разрешает это на основании истории. Все обетования были даны евреям. Значит, они и были первопроходцы. Но так как, имея закон, они его нарушили, то их вина делается несравненно выше, чем у этих греков, кто не имел закона. Римлянам 15.5.13. Ибо это законно грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Речь идет о бывших идолопоклонниках, ставших христианами. Видите, какой ответ? Церковь Елены. Я вот представлю сейчас священники, которые перед народом выступают. Будут они отвечать по слову Божию? Нет. Там совершенно другие вопросы. Они не будут так отвечать. А почему? Ну, пусть не обижаются. Они не знают. Они не пережили любви к Богу и к Писанию. Со мной один богослов, называет Лев Лебедев, спорил. Я говорю, вы Бога не знаете, не любите паству. И он мгновенно перестал спорить. Да, это так. Все. Одно слово только. И вздрогнул. Теперь. Вопрос 1531. Дорогой. Мы сейчас это сделаем. Потому что у нас не вмещается при съемке в объектив. Слишком широко. А это у нас... На это много времени идет. Мы сразу выставляем. И мне это сгодится потом. Я их соберу для себя. Хорошо. Вопрос 1531. Шестой том открытым оком. Господь наставляет нас. Матфея 5.20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фалисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А отличается праведность наших воцерковленных, в кавычках, прихожан, от праведности и тех, и современных книжников и фалисеев. Посмотрите, какие вопросы. А то у меня люди, которые ходили на занятия. Если они ходили на другие занятия православные, попадали к нам, они уже оставались навсегда. У нас, говорит, там кухонное образование. Через какое, говорит, пришлось свечку подавать. Как яйца варить? Крутую и смятку. Они знают Писание. Но дальше надо пояснять. Отвечаю. Ответ по исполнению и установлению законных, по велению Господних, закона Моисеева. Нам тут никогда не догнать их. За исполнением субботы они так следили, что даже колоски в руках апостолов возвесили. Расстояние пути в субботу и чистоту и порядок храма блюли так, как нашим попам и не снилось в страшных снах. Конечно, Господь подразумевал праведность внутреннего духа, возвышающую престолу благодати, филиппийцам 3.9. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Я отвечаю по слову Божию. Зачем? Они не ко мне пришли, эти люди. Они пришли услышать вечный ответ Божий. И я показываю, где искать. Он придет и опять сунется. Когда священники сегодня отвечают, кончилось, что ничего не осталось. Как корреспондент. И целый, говорит, неделю ездил, ну, назначенный от редакции, с Горбачевым. Говорит, три часа. Я приезжаю вечером, не могу ничего записать. О чем он говорил, говорит. То есть особое искусство обольщения было. Кинули слова перестройка, гласность. Два слова. Как это обдумано? Перестройка. То есть строили неправильно. Ломать надо и заново строить. Ну, тут понятно. И гласность. Показать лицо социализма настоящего. И когда стали показывать, там чудовище. Клыки. Течет кровь изо рта у него. Зверюга там такая. И все развалилось, как будто никогда не было. Все это было обдумано. Кто? Маргарет Тэтчер. Главная сватия. На острове Мальта, куда он ездил. И это я говорил в первый день, когда он на Мальте был. А потом секретари первые приезжали. А как вы знали? Никак я не знал. Я знаю писание. Что такое Мальта. И где апостол Павел потерпел кораблекрушение. Зачем бы туда Горбачев поехал. Зачем бы все масоны собрались. Это они дали план ему. План дали. Как развалить страну. Уничтожить русский народ. Во внешнем с фарисеями даже старообрядцы к ним не приблизились по ревности и перстосложении. Их праведность оказалась дутым фарсом. Ибо на деле они были полны злобы и зависти. Лука 11.34. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Ответы какие? Ответы даются только на основании Библии. Фарисеи знали обязательность принесения священниками десятины. Но за мелочностью исполнение внешнего упустили наиважнейшее в законе. Матфея 23.23. Горе вам книжники и фарисеи лицемеры. Что даете десятину смяты, аниса и тмина. И оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать. И того не оставлять. Лука 11.41. Подавайте лучше милости не из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Матфея 9.13. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников в покаянии. Я стою на кафедре, называю главу стихи. У нас занятия были, сидели люди с тетрадями. Я специально переплетал, брал отходы бумаги, переплетал большие толстые тетради. Ну, даже можно показывать огромного такого размера, шитые. И приглашал к себе братьев. И когда шли на занятия, тащили рюкзаков пять полных. И раздавал новым людям. И все записывали. И они уже знали. Дальше только легко к вопросу отсылать где-то. Сегодня хоть один священник делает так нет. Даже на один шаг к этому не приблизится. Но вот они сейчас услышали, что гордый, прелесть, гордыня. Прелесть и гордыня. Все. А сам в этом и находится. Как у Достоевской говорит. Хочешь сильнее человека в чем-то упрекнуть? Упрекай собственными грехами. А то скажешь, так это не я, это ты такой. А ты настаиваешь, что нет, это ты, это не я. Очень просто. Это тебе Бог мозги спудрил. Дальше. Сегодняшняя праведность лжеправославных далеко не доросла даже до этой фарисейской. Ибо нет абсолютно никакой ревности о исполнении даже предписаний обрядового закона. Сколько из женщин носили брюки и их не наказали. Сколько делали аборты. И они стоят в храмах без эпитемии. Сколько мужчин курят, блудят, воруют. И однако считается, кавычка, полнотой церковной. По сравнению с же в знании закона, то просто нечем сравнивать. Ибо сегодняшние лжекрещенные с мощенными затылками есть просто тьма суеверий и сгусток предрассудков. И это все благодаря, кавычках, ревности дипломированных и доморощенных батюшек. Которые сами не рождены свыше и не любят Библию. И не проповедуют. И каков поп, такого прихода. Вот представьте, я на кафедре стою, полная аудитория людей. И священники сидят, епископ приходит. И еще они думают обо мне-то. Ну, не могу сказать, говорят, ну не могу и согласиться. Тогда что у нас, никакой веры нету? Нету. А что мне делать? Замок амбарный, купить, собери деньги. Огромный замок. И закрой храм. Как тогда? Никак. Иди на вокзал, носи чемодану, уголь разгружай. И начинай учить. И месяца через три, которые обратятся, полное крещение, поговорю же. И тогда начинайте запускать. Где Деки, император, когда ударил, одна пыль пошла. В 249 год. И через три года церковь полностью обновилась. А его убили, все, кончилось. Вот для этого и придет еще Сталин. Он еще где-то рядом, не подрос. Если фарисеи платили десятину, то православные должны платить больше, превзойти их. Тут спрашивается именно праведность книжников фарисеев. Откуда я беру, что больше? Считай. Нига Тавита 1.6.8 И кто-то приводит их, да они даже не знают это. Даже не считали. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники. Как предписано всему Израилю, установлением вечным. С начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец. И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиинам, служащим в Иерусалиме. Другую десятину породовал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего. Когда я после отца моего остался сиротою. Я один часто ходил, никого больше не было. И он ходил, три десятины платил. Я говорю, три десятины? Никто не знает. Я открываю Тавита 1.6.8 стих. Читали? Не знаю, что сказать. Так это не каноническое. А, не каноническое. А деяние апостолов каноническое? Ну да. Так они продавали, десять десятин клали к ногам апостолов. Чего ты лукавишь-то? Ну вы видели это где-то? Нет. Ну давайте будем дальше читать. Стихотворение. Как бы мне хотелось доброту. Подожди. Вот это как мимо идем, вот сейчас здесь мимо проходим. И написано Вальер с правой стороны у нас, до проспекта. Это она была здесь начальница. Материей торгует. Авраменко Валентина Николаевна. Это ей посвящается мной стихотворение. Она меценат столетия была. К слову сказать, у меня такой диплом есть. Меценат столетия. Посвящается Артеменко Валентина Николаевна. Это выпускай дальше. Как бы мне хотелось доброту здесь вознаградить и приумножить. Ощутить приятный во рту безопасность на смертельном ложе. И она ехала, вот в шестнадцатом году, кто-то ее за рулем был, племянник или кто, и поезд. И они выскочили, их сразу убило. Доброе-доброе. Ездил по Теревку. Только еще сказал мгновенно, маслом там, материя, шторки у нас, это все ее. И она не член нашей общины была. Жулики, варьио и аферисты, мимо твоего пройдут двора. Житие твое да будет чистым. Прыгают от счастья детвора. Это я и стихотворение такое написал. И напротив каждой строчки, 36 строчек, вместо писания. 36 раз открыть Библию. Я прошу, найдите где-нибудь в Библии, в мировой литературе за 7 тысяч лет. Кто-то писал так или нет, такая любовь. Как Андрей Кураев говорит у Игнатия, особенный пиетет к священному писанию. Любовь. И вот здесь каждая строчка, и откуда взято писание. Сколько ты сироткам помогала, на врагов истратилась сполна. А теперь хулы змеиной жала, обступила явная война. То есть на какое, наверное, падение, убийство, стреляли в нее соперники. Ты ли не старалась ни по силам, нищим и калекам послужить, но разверзлась пропастью могила. Говоришь, не хочется и жить. Это она говорила мне. Что ты, добродетельница наша, возраптала даже на Христа. Горем переполненная чаша, горечью наполнила уста. Это испытание на прочность. Бог дает всем любящим его. Сохраняя днем тебя и ночью в услужении у себя слугой. Золото в горниле испытание. Переплавленное ценится сто крат. Будет день последний, судно станет. Видно, приготовится пора. Вот я и говорил, что наступает день, и когда ты уйдешь. Видите как, а то прямо будут брать, скажут, по пять пророчествовали. Мы сжились, привыкли пустословить, по-житейски понимаешь жизнь. Но ответ находим в Божьем слове. Ты же улыбайся или злись. Что случилось, так ему угодно. Приплавит нас, преобразить. Почему? Ответ ищи у Бога. На молитве сладости слезы. Ты видишь, почему я беру Константина Дмитриевича Бальмонта. Вот с такой легкостью идет стихотворение. И при том, все абсолютно описывается. Я не поэт. Стихотворением не называя. Проповедь в стихах. Валентина, кому посвящается? Так о чем вопрос? Так она Авраменко или Артеменко? Значит, Авраменко. Написано Артеменко. Значит, Артеменко. Артеменко. Артемий. Это ее фамилия. Я первый раз увидел эту организацию и зашел. А что за организация? А что вы хотели? Я говорю, детский лагерь на Рождество, детям подарки. Она стала что-то копать. Я гляжу, три тысячи мне выложил на стол. Я говорю, это мне? Так вы говорили, детям надо. Так вы же меня не знаете. А я по глазам вижу. Что вы не обманываете. Вот это да. К одной также облатился. Тоже Валентина. И тоже покушение было. В нее стреляли. У нее иконка была. И пуля ударила в иконку. И срикошетила. Так она привезла там машину, наверное, целую. Нагрузилась. Чего только нет. Потеряевку ребятишкам. Но она уезжала из России. Последний раз. Я ей даже фамилия, не знаю, Баранова или как. Тоже Валентина. Вот таких Бог дает помощникам. Ну, привезла не нашу еду, а баловная такая. Там пряники. Ну, пряники-то ладно. Шоколад там что-то такое возвышенное. Я говорю, нам нужно крупы. Мука, масло растительное. Вот. А о чем мы здесь говорили? О чем? По праведности. О праведности. Вот мы сейчас и запишем. Подожди. Сверка. Праведность парисеев. Вот ответ. 10 мест писания. Дальше. Хорошо. Сказано. Вопросы какие. Дальше. О, снова. Вот смотрите. Какой вопрос. Сколько ответов. Сколько надо писать. Вот вообрази только себе. Сколько здесь ушло времени. На все это. И как это. Все до одного стихотворения. По 9 куплетов. Я сам печатал. И это вот. Совсем недавно было. Как ГОБ благословляет. Дает силы. Вот с ней поговорили. Я выхожу. У меня стихотворение уже готовое в руках. И все места писания. Один приехал. Наш Потеряевский. Хоть один в Потеряевке. Но у нас в люди выбился. Она меня говорит. Я говорю, да куда я выбился-то? А я самый. О, я приехал откуда? В Германию. И там вас знает. Не место. Вы вас знаете. Вот написано. Стихотворение. Это так умно. Я говорю, да это места писания. Писание умное. Так вы знали, откуда взято. Тогда вы еще умнее. Ну еще посмеялись. Дальше. Вопрос 1538. Шестой том открытым оком. Случайно ли выбрано место для построения храма Соломонова? Или есть глубокая связь со всей библейской историей? Вот это сейчас сегодня везде обсуждают мусульмане. Чем было свято это место? Ведь та земля принадлежала не царю израильскому, а Орне и Евусиянину. Суде 19.10. И пришел к Иевусу, что ныне и Иерусалим. Из народа проклятого в семени Хананиян. Понятно. Вопросы какие задают? Я спрошу этих священников, когда у них сегодня... Вам задают такие вопросы? Что вместо писания было конкретно указано? Ответ. Слово Иерусалим встречается в Библии 969 раз. Вот так. Вот первое упоминание. Иисус Новин 10.1. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его к заклятию. Второе царство 5.6.9. И пошел царь, и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри. И дальше вот эти данные. Первый храм, построенный Соломоном, существовал с 1004 по 588 год. Ну ты знала-то, теперь данные-то какие выдаются-то. И священники сегодня будут говорить, да это никакой разницы нет. Бог ищет поклонников в духе истины, но больше ничего сказать не будут. Даты, до одного года точно. Дальше. До Рождества Христова. Храм начали строить на 4-м году царствования Соломона. Через 480 лет после исхода евреев из Египта. Третье царство 6.1. Или в 1011 году до Рождества Христова на холме Мория в восточной части Иерусалима. На том месте, которое Давид по прекращению моровой язвы предназначил для этой цели, поставив там жертвенник и совершил жертвоприношение. Первое паралипомину 21.18. Здание было готово через 7,5 лет. Размер храма, внутренней его части 30 метров. Длины 10 метров ширины и 15 метров высоты. Откуда, первое, из разных словарей. Никифора, Ньюстрима, Эрика. Ни слова во всей Библии нет о том, что на том месте якобы был похоронен Адам, или там было его жительство. Эта легенда возникла не случайно. Так как храм был предназначен для соединения с Богом, то предполагали, что соединить необходимо было в момент падения и восстановления. Вот о чем речь. Ты знал это? Не знал. Я спрашиваю, а ты знал даже священников? Не знал. Даже легенда и та на помощь. Подобных легенд сегодня можно найти массу. И все они возникли от невежества, от незнания и содержания Библии. Давид же избрал Иерусалим единственно потому, что этот город имел очень выгодное географическое положение. И был хорошо защищен пропастями. И был неприступен. Ставший столицей Израиля при Соломоне, он переходил многократно в руки разных властителей. И они искали в нем не мистики, а власти. Подвергнувшись ограблениям от Сусакима, царя Египетского, Третья Царств, 14-26, филистимлян и арабов, Второй Паралипоменон, 21-17, сирийцев, Второй Паралипоменон, 24-23, от израильского царя Иоаса, Четвертая Царств, 14-13, от египетского царя, Второй Паралипоменон, 36-3, Иерусалим, наконец, был разрушен Халдеми, Второй Паралипоменон, 36-7, 10-17, спустя 70 лет город был вторично отстроен возвратившимися евреями. Город был взят и Александром Македонским, после смерти которого город Иерусалим был взят египетским фараоном Птолемеем. В 170 году до Рождества Христова город был разрушен Антиохом Епифаном, который снес городские стены и в храме поставил статую Епитера. Под водительством Маковеев около 163 года до Рождества Христова евреи снова отвоевали свою независимость. Ровно через 100 лет после этого, в 63 году до Рождества Христова, город был взят и римлянами под начальством Помпея. В 70 году по Рождеству Христову все, и город и храм были разрушены до основания римлянами под начальством Тита. После этого евреи вскоре получили возможность возвратиться в Иерусалим под начальством бундовщика Бар-Кохбы. Вторично захватили город свою власть, но были окончательно разбиты после трехлетней кровавой борьбы, в которой, по рассказам, погибло 580 тысяч евреев. Место, занимаемое раньше храмом, было спахано плугом в знак полного уничтожения. Город в 135 году по Рождеству Христа был превращен в римскую колонию, и въезд туда евреям был воспрещен под страхом смерти. Император Адриан переменил название города, дал ему имя Элия Капитолина, посвятил его языческим богам. Во времена Константина Великого город получил свое прежнее название. В 614 году пересекицыкий царь Хозрой, умертвив 90 тысяч человек, истребил, насколько мог, все, что почиталось христианами. В 628 году Хозрой был покорен Гераклием, и греки взяли Иерусалим обратно. В 637 году наступило долгое и бедственное владычество Магометан. После 4-х месячной осады город был захвачен калифом Амаром и подпал на долгое время под власть арабов. В 1969 году им завладели египетские фатимиды. В 1077 году он был взят турками, а в 1099 году крестоносцами, которые провозгласили Готфрида Бульонского королем. Самостоятельное Иерусалимское королевство продержалось 88 лет. Благодаря предательству Раймунда Султан Саладин в 1187 году снова покорил город. В 1242 году город был дарован итальянским князьям Салихом Измаилом, эмиром Дамаска. Но в 1291 году они совершенно потеряли его. Он сделался владением египтян до 1382 года. Турецкий султан Силим в 1517 году покорил Египет, Сирию и Иерусалим. После этого город все время оставался под турецкой властью, за исключением периода 1831-1840 годов, когда им владел Ибрагим Паша, египтянин. В 1948 году он был разделен между Израилем и Иорданией. Западная и южная часть города остались в руках Израиля. Восточная и северная, включая старый город с Храмовой горой, перешли к Иордании. В войну 1967 года Израиль занял весь Иерусалим и объявил его объединенным городом и столицей государства. В объединенном Иерусалиме живут свыше 300 тысяч человек. Из них примерно 250 тысяч евреев, а остальные мусульмане и христиане разных исповеданий. Иерусалим расположен в центре Иудейских гор на 31 градус 47 минуте северной широты, 35 градусов 15 минут восточной долготы от Гринвича, возвышаясь на 800 метров над уровнем Средиземного моря. Расстояние между морем и Иерусалимом около 50 километров, до Мертвого моря расстояние равно 20 километров, до Иордана почти 30 километров. В середине самого города были две впадины или небольшие долины, благодаря которым застроенная земля, естественно, делилась на три главные части или возвышенности. Самой высокой из них в возвышенности была Сион на юго-западной стороне, окруженная с юга и запада Еномовой долиною. Сион, который у Иосифа Флавия, называется верхним городом. На северо-восток от Сиона расположена святая гора Мория, которая соединялась с Сионом каменным мостом. Гора Мория вначале не была очень высокой, но впоследствии для постройки храма часть ее вершины была приподнята, а стороны выровнены. Мория составляет только восточную часть горы, находящуюся в городе. Она поднимается к северу после небольшого спуска. В настоящее время гора Мория – самая низкая часть города. Библейский словарь Эрика Ньюстрима. Вот, пожалуйста, откуда есть? Вот это ответ. Занятия такие. Пиши. Церковь Иерусалим. Церковь Иерусалим. Правильно. Ну, на этом все. Час прошел. Вот такие события. Благодарю. Сразу снимай. Эпигон наш. Все это мы прочитали. Нужно поменять на третий том теперь. Так, теперь третий том, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова